Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рада приветствовать вас на своём канале. Сегодня на обед хочу приготовить котлеты. Ну, котлеты, знаете, вот такие, какие на данный момент вижу я. Я всегда котлеты делаю по-разному. И сегодня нам для этого понадобится... Вот здесь вот у меня полкилограмма фарша. Это говяжий фарш. Так, значит, вот здесь вот у меня... Я уже заранее пережарила грибы-шампиньоны чуть-чуть с лучком. Здесь они, здесь 200 грамм их. Вот луковица. Я её порезала. Тоже луковичка где-то грамм 150. Три яйца. И вот, оказывается, мало осталось. Это отруби вместо, допустим, хлеба, муки. Я всегда добавляю отруби, чтобы, ну, более правильное питание всё-таки было. И вот цельнозерновая я фирму закрою. Вот цельнозерновая мука для обвалки котлет. И, соответственно, специи. Потом я скажу, какие. И, значит, начинаем мы делать котлетки. В чашку мы выкладываем наш фарш. Туда же грибочки. Туда же грибочки. Туда же лук. Туда же яйца. Так, посолим хорошенечко. И сейчас мы это всё хорошо перемешаем. А там посмотрим, добавлять отруби или нет. Так, отруби добавлять надо, потому что, ну, фарш такой, знаете, жидковатый. Ну, я понимаю, что сейчас вы скажете, яйц много. Мне нравится. Мне нравится, когда в фарше яйца. Вот. Теперь, значит, вот эти отруби я сюда высыпаю. Можно было чуть побольше высыпать. Ну, действительно, были последние. Не учла. Теперь, теперь сюда перчик чёрный молотый. Так, теперь сюда молотый чесночок. Хмели-сунели. Вот он, хмели-сунели приправка. Котлетки я действительно каждый раз делаю по-разному. Вот как вот. И вот в этот раз вот я захотела вот так вот сделать с грибами. И сделала приправка карри. Ну, согласитесь, что грибочками мясо и грибы – это идеальный. Идеальное сочетание. Приправка карри. И дочь у меня очень любит эту травку. И я сюда вот этой травки кинзы. Вот теперь мы всё это дело перемешаем сейчас хорошенечко. И нужно минут 10-15 подождать. Отруби набухнут. Травка сухая набухнет. И консистенция фарша вполне возможной будет идеальная. Так, ну вот, прошло буквально, знаете, наверное, 5 минут я только успела листик подготовить и всё. И вот фарш довольно-таки стал такой густой. Вот отруби делают своё дело. Ну и кинза, соответственно, разбухает. И прямо хороший фарш стал. И всего-то отрубей здесь 12 грамм. Вообще я хотела хотя бы грамм 15. У меня по весам не вышло. 12 грамм здесь было отрубей. Вот и всё. Итак, давайте формировать котлетки. Так, в тарелочку насыпаем цельнозерновой муки. По виду совсем другая. И начинаем делать котлетки. Запекать я их буду в духовочке. Жарить не буду. Котлетки будут классные. С грибочками. Лук здесь много. Грибочки. Не котлетки, мечта. Вот так и выкладываем на листик. И вот так формируем все-все котлетки. Вот так. Так, ну вот. Слепила я. Сделала котлетки. Вот на листик я их положила. Как раз получилось 12 котлеток. Немножко. Ну, как раз покушать. 12 котлеток. И вот теперь они отправляются в духовку, заранее разогретую до 180 градусов. Где-то минут на 40. Будем ждать. Так, а тем временем, пока у нас жарятся котлетки, запекаются, вернее, правильнее будет сказать, да, мы быстренько сделаем овощной салатик. Так, знаете, чуть-чуть, чтобы был у нас, ну, совсем правильный обед. Котлетки у нас правильные. Там очень много белка. И плюс сделаем еще и овощной гарнир. И это будет очень-очень вкусно и очень-очень полезно. Так, ну вот, друзья, готовы наши котлетки. Готов наш обед. Вот такой вот обед у нас будет сегодня у каждого. Огурчики, помидорчики, лучок и котлетки с грибами. Дочь моя, как всегда, сидит на лекции. Попробую я котлетки пропеклись. И вот, знаете, вроде фарш был и не очень жирный, да, а много-много жиру все равно вытопилось и осталось на противне. Поэтому вот эти котлетки абсолютно правильное питание. Ребята, песня, точно, песня не котлетки. Попробуйте. Вот это вот я смело могу сказать, что вот это вот ппшные котлеты. Почему? Говядина, во-первых, без жира, не жареная, ничего, запеченная. Здесь грибы, лук, яйцо, отруби. Все. Чистая мука использовалась для обвалки котлет, но она цельнозерновая ее прям чуть-чуть использовалась. И овощи. Вот это вот правильный, ппшный, приппшный обед. А я вам всем желаю приятного аппетита, крепкого-крепкого здоровья и очень хорошего настроения. Всего вам доброго. Пока-пока.